Оля, если жена зарабатывает больше мужа, это норм? Смотрите, не существует такого словарика, в котором есть что-то норм или не норм. Уровень нормы определяет каждый сам для себя. Перестаньте себя подстраивать под какие-то общепринятые нормы. Нормально ли, что муж старше жены на 20 лет? А нормально ли, что жена старше мужа на 20 лет? А нормально ли, что он больше зарабатывает? А нормально ли, что им не нужны деньги? А нормально ли? Нету такого понятия «нормально». Меня это устраивает или нет? Мне от этого хорошо или нет. Если меня это не парит, мне это нравится, то это нормально. Если меня это постоянно раздражает, я все время от этого злюсь и чешусь, то это ненормально. То есть тут нет какой-то оценки объективной. Это субъективная оценка моя, как мне хорошо. Понимаете? Нормально ли рожать 10 детей, если у тебя нет денег? А нормально ли рожать 10, если у тебя есть деньги? Нет такого понимания нормального. У каждого из нас есть своя картина мира. Картина мира находится в рамках нашей головы. Как мы себе представляем, у нас есть определенный ряд убеждений. Эти убеждения, которые касаются, что такое хорошо, что такое плохо, что такое много, что такое мало, что такое бедное, что такое богатое. И в рамках этих убеждений мы с вами мыслим. Мы оцениваем, это хороший человек, а это плохой человек. Это для меня хорошо или это для меня плохо. Это делает правильно или неправильно. Нет такого. Вы должны осознать, что у вас есть свой мир. И вот вы для себя имеете право выбирать. Обычно люди об этом даже не задумываются, и поэтому все время ими очень легко манипулировать с экранов телевизоров. Говорят, как надо, и для большинства людей это облегчение. Ведь сказали по телеку, надо голосовать за этого, буду голосовать. Сказали колоть прививки, буду. Сказали не колоть, не буду. То есть не включает никто свою собственную голову. Поэтому как вам удобно, если вам хорошо с этим человеком, если вы зарабатываете деньги, кайфуете вместе, здорово. Если вас это парит и напрягает, он лежит на диване, и вы просто понимаете, что он с этим человеком не по пути, то зачем?